Неделю назад в городе Герои Новороссийске стартовала краевая акция «Автопоезд Победы». Этот молодежный проект призван дать возможность молодым людям проявить свою гражданскую позицию, показать сопричастность к подвигу и достижениям старших поколений, вспомнить тех, кто отстаивал и в послевоенные годы восстанавливал страну. Принять участие в мероприятиях «Автопоезда Победы» мог любой желающий. Ожидается, что в патриотической акции будут задействованы не менее 5000 кубанцев. «Автопоезд Победы» посвящен сразу нескольким датам. 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, 30-летию поискового движения в России, 100-летию окончания Первой мировой войны и создания комсомола. Наш город стал четвертым в маршруте движения. Делегации семи районов Кубани приехали сюда, чтобы принять участие в патриотической акции. В фойе городского дома культуры были развернуты выставки военных экспонатов, найденных поисковыми клубами и художественных работ патриотической направленности, представленных делегациями городов и районов. Военно-патриотический клуб из Каневского района работает вместе с поисковиками, и результаты этой работы наглядны. Для молодежи, то есть для школьников, для студентов. А для них это в первую очередь, как вы сказали, эмоциональный подъем, это приобщение к истории своего края, к истории своей страны. Ведь чем больше мы хорошего им покажем, тем больше у нас будет хороших, умных людей. Около выставки поискового отряда «Кубанский рубеж» клуба К-95 надолго останавливались многие ребята. Там было немало очень интересных артефактов, хотя их обретение и не главное в работе поисковиков. Вообще все славянские активисты были рады, что автопоиск «Победы» остановился в нашем городе. К нам приехало много гостей, с которыми мы будем знакомиться. Мы будем проходить квесты, участвовать в мероприятиях, помогать другим командам. На открытии акции, помимо ободряющих приветствий, ребята дали своеобразную клятву, пообещав активно участвовать во всех мероприятиях и к каждому заданию подходить ответственно. Самым ярким моментом открытия стал флешмоб с разворачиванием огромного знамени Победы. В сквере памяти состоялся торжественный митинг. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко напомнил участникам акции о славных страницах нашего прошлого, о фронтовиках, которые отстояли честь и независимость нашей Родины. И пожелал ребятам и дальше участвовать в благородной патриотической работе. О немеркнущем подвиге наших дедов и прадедов говорил и председатель Совета ветеранов Славянского района. Советский солдат, российский солдат, никогда не начинал первым войну, но он всегда победоносно ее выигрывал. Так есть и так будет всегда, пока живет наша земля. Я считаю, что мы, потомки наших героев, должны всегда помнить об их подвиге. Руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Кубани Игорь Калинин приветствовал участников митинга и отметил важность воспитания гражданственности у молодежи. Это и архивно-поисковые отряды, это посты номер один по несению почетной вахты, это и дни единых действий по благоустройству памятников и обелисков и мемориалов Великой Отечественной войны, это и геокешинг-игра, это интерактивный квест здесь, это военные тактические игры, это встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами Российской Федерации, это встречи с комсомольцами, ветеранами комсомола, это преемственность поколений, передача тех ценностей, которые были в советский период в нашей стране, и сейчас это российское движение школьников, это общероссийское движение юнармия, то есть тот сном мероприятие, который проводился в течение всего года и в ранние годы, сейчас они соединены в один сплав для того, чтобы действительно воспитать не только патриота своей страны, но в первую очередь гражданином. После минуты молчания и возложения венка и живых цветов к вечному огню, акция продолжилась. Состоялась интерактивная пешая историческая экскурсия «Сердце города» по памятным местам. В молодежном сквере ребята состязались в меткости, разбирали и собирали автомат Калашникова. Участники клуба в пост номер один провели показательные выступления. Здесь мы показали, как заступаются в Бреховецком районе. Это в основном заступления на вахту памяти у вечного огня, показательные выступления, приемы с автоматами, с карабинами, это тоже в различных куда пригласят в СП, вынос знамен, возложение венков, цветов. Мероприятия в рамках акции «Автопоезд Победы» проходили в течение всего дня. Для ребят, увлекающихся спортом, были проведены военизированные состязания. Кроме соревнований, ребята могли поучаствовать в обсуждении важных и актуальных проблем. В актовом зале электротехнологического техникума состоялся серьезный разговор о необходимости противодействия фальсификации исторических событий и привлечению молодежи к празднованию памятных дат. В библиотеке студенты встретились с директором издательства «Книга» Татьяной Василевской, а в музее Славянского сельхозтехникума с ветераном Великой Отечественной войны Василием Васильевичем Вертелем. Фронтовик поделился с ребятами воспоминаниями о 40-х пороховых. 4 мая 44-го года пошли в бой, а 9-й уже мы в Севастополе салют делали. Оспободили, поэтому и присвоили наши дивизии 30-летия Севастополь. Мы участвовали в штурме Геннезберга, после штурм Портпилава. Вот это на этом закончилось. В малом зале городского дома культуры представители делегаций участвовали в политических дебатах, обсуждая вопросы патриотического воспитания и гражданской ответственности молодежи. После завершения работы тематических и дискуссионных площадок все делегации собрались в городском доме культуры на подведение итогов мероприятия. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко сказал, что в год 75-летия освобождения Кумани очень важно проводить такие патриотические акции. И я уверен, что вот благодаря вам, волонтерам активным, активной молодежи, военно-патриотическим клубам, к которым вы относитесь, вы продолжите ту главную нить связи поколений и передадите и будущим поколениям ту правду о великой победе. Я от всей души хочу поблагодарить вас еще раз за то, что занимаетесь такой патриотической работой. Игорь Калинин, руководитель Кубань-Патриот-центра, подчеркнул, что автопоезд Победы – это не просто патриотическая акция, это возможность с помощью органов местного самоуправления и управлений по делам молодежи найти новые методы и подходы к патриотической работе, приобрести уникальный опыт, который муниципалитеты будут перенимать друг у друга. Куратор проекта высоко оценил усилия руководства Славянского района в проведении акции. Благодарность главе муниципального образования Славянский район Сенниковскому Роману Ивановичу за сотрудничество в реализации государственной молодежной политики на территории Краснодарского края и содействие в проведении проекта «Автопоезд Победы» министр образования, науки и молодежной политики Елена Викторовна Воробьева. Благодарностью была отмечена и работа заместителя главы Славянского района Виталия Китаренко. Активистам молодежного и патриотического движения в торжественной обстановке были вручены грамоты за неравнодушные отношения и большой вклад в развитие молодежной политики Краснодарского края. Мы взяли интервью у одной из награжденных. Наши студенты приняли очень активное участие. Они являлись ведущими мастер-классов, также присутствовали на тренингах, различные площадки организовывали, в фотоконкурсах участвовали. Они большие молодцы. Я была куратором Ейского района. Ребята очень позитивные, активные. Они везде участвовали, в всех круглых столах. Я думаю, у них очень много хороших впечатлений осталось после данного мероприятия. Так что надеемся в дальнейшем на сотрудничество с ними. Также были отмечены лучшие в различных номинациях акции «Автопоезд Победы». В Славянском районе это лидеры спортивных состязаний, клуб пост номер один и победитель по написанию исторического диктанта. Завершилась акция большим концертом с участием творческих коллективов края. Прекрасным завершением мероприятия стала песня группы «Нет проблем» о бессмертном полке. Идет подход Саперы, летчики, гидалкицы, бессмертный полк. Плывут победы, как святые, Ребята, вертвые, ель живые, Сыны и дочери России. Бессмертный полк. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует...